Мы не устали, достаточно как бы провести по всему зубному ряду и достаточно. Сегодня мы пройдем весь зубной ряд. Вот он, то что идет. Обрабатываем. Тепло идет? Угу. Просто идет тепло. Тепло, и пациент не ощущает вот этого, каких-то болезненных ощущений. При лечении заболевания парадонта. Операции на парадонте, плоскутные операции, коррекция десневого края перед протезированием, операция на уздечки, коррекция уздечек языка и губы. Лечение герпеса и стоматита. Использовать при имплантациях. Обеззараживание парадонтальных карманов. Микрофлора патогенная, она вся погибает под действием луча, способствует удалению нежизнеспособной ткани, запаивает этот кармашек тканем зуба. В каких случаях применяется данное оборудование? При лечении заболевания парадонта. Одно вот у них показание. Затем при операциях на слизистой, операции на парадонте, плоскутные операции, коррекция десневого края перед протезированием фротальной группы зубов. Френолоктомия. Это операция на уздечки. Коррекция уздечек языка и губы. На мягких тканях он везде используется. Можно даже использовать при имплантациях и при установке формирователя. Потому что операция на бескровное не требует разрезов, не использования скальпеля и швов. И операционный период, ну скажем, постоперационный период заживления протекает очень быстро. Заживление происходит быстро. Сейчас в данный момент мы проходим по десенкам, по краю десневых карманов происходит обеззараживание парадонтальных карманов. То есть микрофлора патогенная, она вся погибает под действием луча. И тем самым еще способствует удалению нежизнеспособных тканей, нездоровых тканей. И, скажем, как бы, скажем, запаивает этот кармашек тканем зуба. Тем самым парадонтальный карман практически исчезает. Еще при лечении герпеса и стоматита, да, вот то, что вот приходят нам детки, тоже в 2-3 приема эти процедуры. Потому что стоматит очень болезненный, детки не кушают, температурят. При обработке лазером этих поверхностей заживление происходит быстрее. Больно, да, что-то было, да? Нет? Некомфортно? При лечении заболевания парадонта, при обострении требуется вмешательство антибиотиков, то есть прием антибиотиков внутрь. Если мы будем работать с лазером, антибиотик терапия не нужна. То есть она просто убивает микрофлору. И тем самым мы просто локально решаем проблемы, да, то есть не требуется вот этого вмешательства в организм. Потому что мы знаем тоже антибиотик, вред от антибиотиков, нарушение микрофлоры и потом возникновение дисбактериозов. Не устали? И сколько раз вы хотите проходиться по десенкам? Достаточно как бы провести по всему зубному ряду, по шейкам зубов и достаточно. В основном мы делали, на сегодня мы пройдем весь зубный ряд. Чтобы у нас все обработалось. Не больно? Нет, нет. Идет тепло, просто комфортное тепло. Я не стала звуковой сигнал вот этот, то, что проводить. То в ткани. Получает тепло. Ну вот он, то, что идет. Обрабатываем. Тепло идет? Тепло идет? Угу. Просто идет тепло. Тепло, и пациент не ощущает от этого, каких-то болезненных ощущений. Угу. Угу. После процедуры ничего не нужно делать, никаких рекомендаций. В данном случае у нас курс лечения начинался с профессиональной гигиены, затем мы провели курс аппаратом Вектор, это специально более глубокая очистка парадонтальных карманов специальными насадками и с подачей флюида, где полируется внизу зубов. И затем мы провели процедуру лазера, это у нас уже третья процедура. От трех до пяти процедур достаточно, чтобы привести к стабилизации процесса, но тем не менее нужно эту процедуру повторять. Через три-четыре месяца можно вот этот повторить будет. За этим нужно следить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...